ЦСКА В первом случае они мало пропускают и потом играют тоже на контры и, как сказать, хорошо обороняются и у них есть игроки впереди, которые просто могут решать и сзади тоже, как бы, есть игроки, которые просто можно спокойно контролировать действия в обороне. Игра только на победу? Ну, конечно, ну, я думаю, что любой игрок, если спросите, который выходит на игру, хочет только победить и, конечно, уважаем соперника, знаем хорошую команду, но мы смотрим на себя, играем дома, так что боремся за чемпионство и все впереди. Целудский выразил мнение, что «Локомотив» будет играть вторым номером, а в ГССКА тоже любит контратеки, будет перетягивание каната? Ну, я же сказал, да, что вот с ЦСКА тоже, когда смотришь игру, в первую очередь, я думаю, как бы считается, что не хотят пропускать и потом в какой-то там момент, когда один или два появятся, они, может, есть игроки, которые могут решать, так что они должны быть на это готовы, потому что игра может быть много моментов, может быть только один момент, да, и у кого этот момент будет, тот забьет и тот виграет. Перед матчем с ЦСКА очень хороший ролик рекламный сняли коллеги с Виталием Денисовым в виде Тора, а вот каким супергероем вы бы себя видели? Супергероем, я думаю, что будем супергероем, если виганы с ЦСКА все вместе, так что давайте посмотрим после игры. Ян, наверное, Ахмед Муса и супергероя Флэш, самый быстрый человек на земле. Ну, Муса, я думаю, что не играем только против одного игрока, играем против одиннадцатых игроков, так что Муса не Муса, готовимся, мы смотрим на себя, на свою игру и думаю, что кто использует ошибку соперника, тот и играет. Продолжение следует...